Ну что, друзья, продлили мы проживание в нашем гостевом доме еще до завтра, ночку переночуем и завтра мы выезжаем на ЮБК, я думаю, наверное, в район Судака, ну или сам Судак, или рядом. Сегодня мы еще раз решили посетить Тарханкут, Атлиш, в общем остановились мы рядом с остановкой общественного транспорта, мама у нас пошла закупаться продуктами, сейчас мы выезжаем на Атлиш. Вот он, ребята, Тарханкут. Видно, может быть, немножко нехорошо, стекло запылилось, у нас протереть негде, но вот такой Тарханкут, то, что самая главная достопримечательность, как бы, туристическая именно на Тарханкуте, куда масса людей стекает, вот и здесь. Мы были в другой части Тарханкута, тоже не менее прекрасная, но здесь вот эти берега такие, так скажем, изрезанные, изрезанная береговая полоса, ломаная и красивые такие места, вот там, возможно, где-то сейчас будет и чаша любви и все прочее. Смотрите, какие гроты, гроты, какие, где-то здесь есть самая длинная пещера в Европе. Я видел на видео, снимал один блогер. Ну, сейчас мы подедем и поближе все посмотрим, там вниз народ спускается. Все мы сейчас нас снимем. Ну что, друзья, приехали мы на Тарханкут, на его туристическую часть, где мы были до этого, это не туристическая, дикий Тарханкут, так скажем. Здесь более обхожено, рядом два населенных пункта, ближе всего Оленевка сзади нас и впереди нас Окуневка, откуда мы приехали. Поехали мы в объезд через Оленевку. Смотрите, какие красоты. Тот Тарханкут не так красив, так скажем, в этом отношении. Здесь более изрезанная береговая полоса, но как красиво вот это, какую красоту создает гроты. Там тоже, кстати, были гроты, где мы были. Я даже в один из них заплывал, к сожалению, не снял на экшн-камеру. Вот смотрите, какие красоты. Вот там он с правой стороны церковь располагается, и там кемпинг, и, ну, такое более обжитое место еще. Дайвинг, кемпинг, и, по-моему, оттуда как раз лодки дают там, возможно, на прокат вот такие байдарки. Либо это люди сами привозят с собой. Смотрите, как красиво. Красота. Вот, подъезжают, смотрите, привозят, посмотреть на эти красоты. Вот на таких катерах. Тут разрешили видный выход в море, чтобы люди могли местные заработать, покатать туристов. А в других местах, говорят, запрещено. Смотрите, как красиво. Такая красота кругом. Миша, всем привет, скажи. Всем привет. Ну, ладно, мы едем дальше. Ну что, друзья, вот чаши любви. Тарханкут. Вот сейчас к тому кемпингу мы поедем. И искупаемся, раз уж мы сюда приехали, будем плавать. Тут прокат, кораблики. Кораблики отсюда туда ходят, то есть дальше не заходят, поэтому дальше мы пойдем, чтобы не мешались. А вон, ребята, чаши любви. Вон, смотрите, все в нее прыгают. По преданию древние греки прыгали в нее, державшись за руки парой. И если упав воду, руки не разомкнулись, значит, тогда будут они жить в любви и согласии. Да, долго и счастливо. Ну, может, и долго, и несчастливо, но в любви и согласии. Так, ну, ладно. Пойдемте дальше. Поехали. Пойдемте дальше. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Ну что, друзья, по правой рукам чаши любви. Вот отдыхает народ. Местные, не местные, в общем, очень много людей. Те, кто был позавчера, наверное, уехали части. Я не знаю, вот эта вот палатка стояла, нет? Красота. Решили мы посетить. Я поплаваю, поныряю. Вот, ходят кораблики, волнение, может быть, чуть посильнее, чем в тот раз. А может быть, и так же. Такие же, наверное, были волны, Миша, да? Наверное, такие же. Вот море, красоты. Сейчас чуть спущусь, чтобы снять с этого. Люди стоят, чтобы не мешать. Я встал, я встал. Ну, тут основные туристические маршруты на Атлеши. Место, конечно, красивое вообще. Здесь приехать с палаткой, то стоит милое дело. Ночь другую. То есть, если бы не наша беда с палатками, мы бы точно здесь бы задержались. До воды тут недалеко до оленевки ехать. То есть, взять воды и там, может быть, продукты скупить. Но место прям шикарное. Кто-то тут оставил скульптурное извояние. Наверное, древние греки. Сейчас мы пойдем с Мишей на Чашу любви. Он все хочет искупаться там, на этом месте. Вот такие красоты. Рекомендую к посещению. Места классные. Вот такая вот Чаша любви. На обратном пути сниму что. А я что-то думал, запись ведется. Сейчас вставим обратно. Илья, выключил. Сейчас работает. Гротик там маленький. Там тоже купаются. Так, тапочки тут снимай и пойдем сейчас туда вниз. Ну ладно, пойдем обратно. Платош, лучше? Ты что прыгать будешь? Нет, нет. Давай один заход. Привет, куда ты пошла-то? Вот так вот иди здесь короче. Вот здесь короче. Ну и еще раз взгляд на Чашу любви. Ну, тоже какая-то табличка. Какая порода тут прям известняка этот как-то вулкан что ли такого изрыгнул. Что-то нарисовано и написано. Рыжий Владимир Васильевич. 63-89. Он любил море больше, чем жизнь. Погиб в 89-ом получается. А, дайвер или подводный охотник? Наверное, дайвер вон с этим. Или просто дайвер нарисован. Ну, в общем, дед он тут погиб. Мы установили памятник. Табличка памятник. Прокат. Ну, вот. Отлежь. Да, еще раз. Да, еще раз. Да, еще раз. Дайвинг. Баллоны грузят. Да, это место для кемпинга. Разрешенного, наверное. Ну, вот люди остановились с палатками без шашлык-машлык. Отдыхают. Ну, люди купаются. Ну, видишь, из-за того, что прохладная вода, не так много людей лезет в море. Да. Вот я говорю, напоминает этот пляж. Пляж с галикой. Севастопольский пляж под 35-й батареей. Ну, что, места одинаковые. Там тоже, кстати, вот такие же скалы. Хотя, казалось бы. Ну, основа скальная одна. То есть, вот дальше там идет тоже такие же скалы, но они погребены под глиной. А внизу видно, что там под несколько метров слоем глины. Вот такой же камень поступает, как здесь. Потом бах! Севастополь точно вот такие же скалы на поверхности. А до этого идет там где-то глиняный, где-то песчаный берег. А вот эти, после Евпатории. Там же Евпатории вообще песок. Вот колодец тут. Обратите внимание, мы проходили. Вот нашли мы колодец. Написано, что тут живут какие-то водяные рачки всякие. Так что, кто приезжает сюда, знаете, есть вода. По крайней мере, технически хотя бы там кому. В био туалет заправить, помыться, постирать вещи. Милое дело. То есть, вода есть всегда. Но можно даже, наверное, прокипятить и будет питьевая вода. Неплохая. Вот древнегреческие скульптуры. Афродиты, рожденные морской пеней, выходят из моря. Видите две таких? Да. Инсталляцией. Так, а тут мы пройдем? Или нет? Пойдем, подойдем, посмотрим. Мы только ноги помочили. Прохладно там. Прохладно там прохладно? Холодная водица, градусов я не знаю, ну. 20, наверное, 21. Вот такие красоты, ребята. Друзья, приехали мы на Тарханкутский. Маяк, обеды, пирожки, пицца, шашлык. И заброшенная такая территория полузаброшенная. По-моему, относится к оленевке. И вот он, маяк. А там какой-то, а, затонувший корабль, что ли, смотрите. И маяк. Такие дела тут. Прогулки. На каяках, на катерах. Ну, это оттуда прогулки, скорее всего. Ну, вот, затонувший корабль. Да, какой-то... Считал я, что вот какой-то корабль тут. Он уже относительно недавно, по-моему, затонул. Турецкий, что ли, какой-то судно. Вот он лег на бок. Пойдемте посмотрим, что тут дальше есть еще. Выглядим. Чебуреки. Вот точно сейчас по чебуреку возьмем. Если у них работает, что. Шашлык, плов. И кафе. Люди кушают. Можно и в кафе посидеть. Холодные напитки, лимонад, квас. Вот такое кафе. Ну, что, пойдем в кафе? Хорошо. Или чебурек купим с собой? Я думаю, может, чебуреком давайте. А может, в кафе чебуреки продают и посидим, покушим. Пусть он готовит, покушает на кафе. Пойдем, посмотрим, что есть и решим. О, купаться запрещено. Надпись. Ну, тут кутира ходит. Потому что. Чебуреки. Что тут есть? Еще у нас. Кашлы. Жареная рыба. Жареная рыба. Местная кафе. Барабуля. И ставрида. А, и ставрида даже? Да, ставрида. У нас что-то дорого. Ну, чебурек, короче, стоит 150 рублей с мясом. 150 сыром. Миг 180. Рядом стоит палаточка. Там тоже у них, что вот они готовят. Там тоже самое. В общем, продают женщины в национальных костюмах. Кафе вот такое. Есть сиденья. Такие пластиковые. А есть вон, прям, можно полулежа, полусидя, как говорится, посидеть. То, как любит. Вот еще раз видно маяк. Территория на маяк. Вход закрыт. Закрытая территория у маяка. Здесь у нас что-то какие-то заброшки, то есть недострой. Наверное, для гостей тут строят. Кто приезжать будет отдыхать. По-моему, там даже жилые дома есть. Мы как-то проезжали тут какими-то тропами. Сейчас мы будем отсюда выезжать. Все, выключаем.